Почти 8 месяцев судебного следствия и до сих пор ни одного явного доказательства, на основе которого можно было бы определить, кто убил Юлию Рнеденко. 17-летняя девушка погибла в мае прошлого года. Её облили самогонами, подожгли во время посиделок в квартире знакомого. Сама пострадавшая была настолько пьяна, что даже на больничной койке перед смертью не смогла вспомнить, кто это сделал. Никаких вещественных доказательств вины конкретного человека нет. Непредвзятых свидетелей в деле тоже нет. Ведь в момент совершения преступления на ногах в квартире оставались двое. Сергей Синсеневич – хозяин жилища, он проходит по делу свидетелем, и его сосед, обвиняемый Павел Губин. Оба парня вину за поджог перекладывают друг на друга, хотя легенда обоих одинакова. Каждый из них был на кухне, а второй был в ванной с Юлией приводил в чувство, и поджог облив самогоном из-за внезапно вспыхнувшей неприязни. Единственное, что отличает показания обоих – рассказы о том, сколько воды было в ванной и как горела девушка. Проверить их попробовали во время следственного эксперимента. После того, как стали известны его результаты, еще раз допросили главного свидетеля, который, настаивая защита, существенно подкорректировал свои показания. Я только насчитала так, сходу, в трех позициях. Первое – это положение девочки в ванной, потому что резко она стала у него сидеть поперек. Второе – это то, что теперь количество воды, что он говорит, что ванна была пустая, просто мокрая. И третье – вот это вот вспышка. Если Павел об этой вспышке говорил изначально, то Сергей вообще не говорил. А после того, как провели новый следственный эксперимент по настоянию прокурора и вспышка была показана, что ее тушили с огнетушителя, вдруг Сережа сегодня вспомнил о вспышке. Однако адвокат Сергея Сенсеневича, молодой человек, тоже решил прийти с защитником, уверяет – это не изменение показаний, а уточнение. В сегодняшнем заседании никаких кардинальных изменений в показаниях не было. Были уточняющие, но никак это нельзя расценивать как изменение показаний. В прокуратуре же говорят и о разногласиях в показаниях обвиняемого, и о расхождении слов обвиняемого и свидетеля. Поэтому решают, необходимо провести новую, еще более полную комплексную экспертизу с участием пожарных, судебно-медицинских экспертов, врача-комбустиолога – это специалист, который занимается ожогами, и уверяют – проблема не в том, что гособвинения и суд зашли в тупик. Это вообще не значит, с привода позиции прокуратуры, только усунение тех противоречий, которые возникли под час судового расследования между показаниями обвиняемого и свидетеля. Для того, чтобы эти соперечности установить разбежности, соперечности, необходимо провести такую самую экспертизу. Семья Юлии Рониденко ходатайство поддержала. Данная экспертиза крайне необходима, потому что в данной ситуации прошлая, предыдущая экспертиза не ответила на главный вопрос, если показания у Губина не совпадают с реальностью, то в чем не совпадают. В основном главная суть – это ответить на два вопроса в новой экспертизе. Это показания, чьи показания соответствуют действительности, показания свидетеля или обвиняемого – это раз. И второе – соответствуют ли эти показания механизмы унесения данных повреждений. Ответим на данные вопросы, суду будет гораздо проще убедиться в том, кто же на самом деле говорит правду. А вот сторона защиты уверена – это неэффективный запоздалый шаг. Адвокат Павла Губина отметил, что и так собрано достаточно доказательств невиновности его подзащитного. Более того, при условии, что не были взяты смывы с ванны и другие образцы, и того, что проведение экспертизы поручено тем же харьковским специалистам, что делали предыдущую, она бессмысленно считает близкие Губина. Говорят, ведь эксперт уже ответила, что показания обвиняемого и свидетеля отличаются в таких небольших деталях, что степень ожогов этого не покажет. Эту экспертизу надо было вообще делать изначально, с комбустеологами, с пожарными, со всеми. Удивлялись все, почему она не назначена, почему была вообще какая-то непонятная экспертиза, которая, по сути, ничего не показала. Более того, мама Павла уверена, что речь идёт о затягивании времени, ведь на комплексную экспертизу суд отвёл месяц, а меру пресечения содержание под арестом продлили до июня. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения новости.